Всем здорова! С вами Михаил Халецкий и вы смотрите видео-блог с миру по книге, по которой я рассказывал про биографию великих писателей. В этом финальном выпуске первого сезона мы поговорим о последних годах Джека Лондона, о обстоятельствах его смерти и о его наследии. У Джека была мечта построить дом, в котором жили бы его потомки, и у него почти получилось ее осуществить. Он задумал построить особняк, дом Волка. Дом Волка должен был насчитывать 26 спален, 9 каминов и даже бассейн. Сказано, сделано. Спустя 75 тысяч вложенных долларов и 3 года работы строителей, дом Волка был готов к сдаче. Но вот, когда до переезда внутрь оставались считанные дни, случилось страшное. Дом Волка сгорел. По мнению некоторых биографов Джека, возгорание было отнюдь не случайным. Из-за того, что огонь, по всей видимости, появился в нескольких точках дома одновременно, есть все основания говорить о поджоге. Однако, вне зависимости от того, был это поджог или нет, самую суть вопроса раскрыл сам Джек Лондон. Когда пожар закончился, он сказал Чармиан, что дело не в деньгах. Дело в том, что была уничтожена такая невероятная красота. Джек хотел было восстановить дом Волка, но до самой своей смерти ему этого сделать не удалось. Джек Лондон скончался в ноябре 1916 года. Причина – болезнь почек. Те же, кто, пойдя на поводу услухов того времени, упрямо верят в версию самоубийства, попросту не читали его книг. Они наполнены силой. И если произведение и удивительная биография этого великого писателя меня чему-то и научили, так это ценить жизнь, любить ее, и не тратить попусту ни единой минуты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok